У вас, достопочтенные жители и гости славного города Судака! Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью и любовью, чтобы как можно чаще случались чудеса, которые наполняли бы вашу жизнь добром, светом и теплом. Успехов вам и новых открытий, счастья, здоровья и благополучия! Дорогие друзья, дамы и господа, тетеньки и дяденьки, мальчики и девочки, сегодня вам невероятно повезло. Только один раз в год, 1 января Крымской зимы, вы станете не только свидетелем истории празднования Нового Года Салбая, но и участником этой необычной экскурсии в Сударской крепости. По традиции, все, что мы делаем в жизни впервые, мы загадываем желания. Давайте загадаем желания и скажем добрые слова поздравления друг к другу. Дорогие друзья, пожелайте в Новый Год пожелания. Давайте, пожалуйста, что вы желаете в Новый Год? Здоровья, да? А кто еще что желает? Мира, мира. Мира, правильно, мира. А еще что? Давайте, удачи. Вот я хотела даже любви желаю, да, еще что, пожелайте. Правильно. Что? Денег много, очень важно, деньги мы любим, да? Пожалуйста, а вы что пожелаете? Что вы пожелаете? Счастья. Счастья. Кто еще что пожелает? Добра. Благополучия. Сколько благополучия. Правильно, сколько теплых слов. Любви, да? Мир во всем мире. А, мир во всем мире. Вот умничка, рыцарь, настоящий рыцарь. Молодцы, столько теплых слов, нежных слов. Вы услышали с вами. С Новым Годом. Спасибо. С новым счастьем. Спасибо. 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 Велению желание с будущего вернись и в настоящее превратись. Пусть каждый сюда пришедший наполнится новыми открытиями, знаниями, восторгом, впечатлениями и чувством радости. Ну что, вперед, продолжаем нашу новогоднюю экскурсию. Итак, дорогие друзья, средневековый город Солдай хранит много странных загадок. Мы вам расскажем новые странички истории. Мы вам расскажем, как проходили праздники в средневековом Солдай. Перед вами, представьте, посмотрите, две величавые мужественные башни, которые встречали гостей. В Арбакан дворе, где вы сейчас находитесь, именно здесь встречали гостей пышную свиту, как и мы сейчас с вами вас приглашаем. Я вас всех приглашаю в средневековый город. Пройдемте, пожалуйста. Друзья, готовы? Вперед! Готовы! Готовы! Следующему объекту. Вот это интересное. Дайдер администрации. Проходите, все-все проходите, пожалуйста. Наша администрация средневекового Солдака находится на выходных. Мы, на нас возложили ответственную задачу, чтобы о городе рассказать, вот их именем. Первое здание, которое сейчас мы наблюдаем, это местная администрация. Здесь не только собирался правитель города со своими почетными коллегами, но и также это был пропускной пункт, который отвечал, кто достоин войти на территорию города, а кто нет. Ну, помимо этого, это еще была своего рода таможня. Здесь взимались пошлины с местных купцов. Платить, конечно, приходилось в свой процент, но на то время это было стабильно. Дорогие друзья, здесь работал сам консул. Все купцы, которые заходили в город, оставляли 3% в дании. Как вы думаете, чем платили пошлину в зимнее время? Пошлину? Да. Кто знает, что оставляли? Вот купцы все заходят в зимнее время. В зимнее время у нас в дании. Чем отапливается? Дрова. Пополено. Кто сказал? Вот, пожалуйста, Дед Мороз. Грущи. Подарочек. А я все могу. Вот, пожалуйста. Ноченька молодая у меня. Это вам сюрприз. Итак, на протяжении экскурсии я буду вам задавать вопросы, а вы будьте, пожалуйста, поактивнее и отвечайте. И мы вам оставим впечатление. То есть вот такая вот книжечка «Судахская крепость». Пожалуйста, а мы двигаемся дальше, стали. Пройдемте, пожалуйста, дорогие друзья. Сейчас ждем еще. Все пришли. Все пришли, пожалуйста, давайте. Ну, наконец-то мы вышли на территорию средневекового города Салтая. Общая площадь города 29,5 гектаров. Простирался в город как внутри крепостных стен, так и за его пределами. Чистость населения было 8 тысяч человек. Но это учитывалось только мужского населения. А позади вас раньше постирался так город. Видите, раз по склону крепостной горы здесь был большой город-муравейник. То есть было все густо застроено. За пределами крепостных стен располагался ремесленный квартал. То есть здания, которые связаны были с огнем, выносились за пределы крепости, чтобы в городе не было пожара. Цель безопасности. Мы с вами сейчас находимся на центральной площади в средние века. Здесь царило веселье в праздничные дни. То есть перед трубой гремели барабаны, расшитые золотом костюмы, переливались на солнце. Рыцарские доспехи. Для купцов праздник был главным источником прибыли. В жизни средневекового города была наполнена всевозможными развлечениями, различными играми, забавами. Люди знали не меньше, чем в наши дни. И также раздавались различные подарки, милостыни. А при наступлении темноты праздник здесь завершился ярким фейерверком. Дорогие друзья, вопрос. Вашему вниманию предлагается угадать предмет, который пользовался особой популярностью у горожан во время проведения пышных праздников и карнавалов. Благодаря этому предмету быть кем угодно и прожить чью-то жизнь за короткое время. Итак, кто же скажет, что это за предмет? Маска. Маска, да? Давайте девушке дадим, которая шапочке. Она подняла руку. Она подняла руку. А мы продолжаем нашу экскурсию. К следующему объекту вам расскажем, как город снабжался водой. Пройдемте. Средневековый город Салдая был абсолютно безводным. И главной задачей города и администрации города было решение вопроса по водоснабжению. Вот ближайшие источники находились на горе Перчем. Знаете, вы видите, какая большая гора Перчим. Три километра от города Судака. Сюрска означает кудрявая чубатая. Вот она и имела два-три источника. Каждый источник был коптированный. Коптаж с собой представляет каменную ванну, которая заглублена в грунт, открыта к источнику, наполнялась водой. И таким образом вода поступала в цистерны. Первая цистерна. Во вторую цистерну. И даже в консульский замок. В стенах вы можете увидеть керамические трубы. То есть в коне река город снабжался водой. Зимой вода не замерзала. Минусовые температуры в солдаре редкость. Поэтому ледяного катка у горожан не было. Это досухо не заменили на более другую зимнюю забаву. Катилка. Первобытная игрушка, которая возникла с появлением главного элемента, к которому мы сейчас с вами подойдем. Итак, пожалуйста, пройдемте, с вами. Я буду задавать вопрос. Все пришли внимание. Что за элемент игры скрыт от ваших глаз, который ассоциируется с катилкой? То есть игра известна с античных времен. В толковом створе Даля написано, называется, катила, катела, хулаху, серпо. Что это за элемент? Толковые слова. А? Толковый. Обруч. Обруч. Правильно, кто сказал? Вы сказали первым или мальчик сказал? Я первым сказал. Вы точно? Очень хочется, да? Я запомнил, мальчик. Возьмите, пожалуйста, раз вам так хочется. Пожалуйста, вот, обратите внимание, вы видите представленный обруч, вы угадали. Так вот, этот элемент, металлическое колесо, как вы видите. И смысл этой игры с помощью волшебной палочки нужно было это колесо прокатить как можно дальше, чтобы оно не упало. Я предлагаю тебе, рыцарь, сделать это, прокатить колесо, чтобы оно не упало. Есть, родители? Возьмите, пожалуйста, сможешь прокатить, нет? Кто сможет прокатить? Папа, да? Давай, папа нам поможет. Прокатит это колесо. Вот к этому якорю, чтобы оно не упало. Вот посмотрите, как играли в античные времена наши предки. Так что, пожалуйста, катим колесо. Вот, папа, вот туда катим. Якоря видим? Давайте вместе катим. Буквально перед Новым годом пил чай с одним из правителей города. Вот, и рассказал пару моментов, которые я должен был вам передать. Позади меня стандартная оборонительная башня. В мирное время служил как наблюдательный пункт, чтобы город ночью спал спокойно. Правитель города местный занимался благоустройством местного населения и занимался различными делами города. После своего правления местные жители по его приказу строили данное сооружение. И чтобы понять, что это он был, а не кто-то, какой-то другой шарлатан, боковой стеной с лицевой стороны он закладывал свою личную печать. Печать в виде геральтической прямоугольной плиты. Центральный герб Крест в щите – это место, откуда он приплыл, то есть в Генеевской республике. С правой стороны закладывался его личный фамильный герб Консуа. Ну, а слева он изображал правителя, от имени которого он сюда приехал править. То есть это был Дош, это глава республики. Помимо различных атрибутик, он также оставлял латинскую надпись, которая изображена над данными гербами. Надпись латинского переводится так. Это здание повелел построить достопочтенный муж и дочь. Консул Солдаев, 1 августа 1392 года. Итак, вы видите башня, трехстена четырехстагная. Первый этаж защищен с четырехстагов, служил для вооружения боеприпасов. Второй ярус прорезан в больнице. Видите, узкие окна служили для стрельбы с луков, с арбалетом. Большие прямоугольные окна. Третий ярус служил для стрельбы с баллистов. Баллисты представляли свои большие арбалеты, которые метали ядрами каменными до шести килограмм или заточенными бревнами. Ну и последний пункт, это был дозорный пункт. Итак, дорогие друзья, как вы думаете, чем занимался стражник в свободное от дозора время? Строили. Карты играли. Строили. Карты играли. А еще? А спали. Спали? Пусти спали в Новый год. А, в Новый год. Правильно. Стрельба из лука, толкание камня, бросание бревн. Это все было. Пожалуйста, одну из... Добавь книжечку, пожалуйста. Женщина ответила на вопрос. Высок, ребята. Все спали, все кто что... А вот женщина вот сказала. Укрепления, и тут внезапно появляется полукруглая стена. Собственно, с чем это связано? В 15 веке большое распространение в мире получила тяжелая артиллерия. Ну и крепости с их помощью обычно брать легче. В связи с этим, чтобы местные жители смогли себя хоть как-то обезопасить, было принято построить полукруглую стену, чтобы ядра чугунные от пушки тяжелые от рикошетели. Потому что с помощью чугунных ядер прямоугольную стену пробить легче всего. Все. Дорогие друзья, генетики разбирались не только в военной стратегии, архитектуре, искусстве. Они любили розыгрыши, сюрпризы и особенно народное гуляние. На всех народных гуляниях неизменным участниками торжества были кукольные представления. Вашему вниманию предлагается назвать главного персонажа всех кукольных и балаганных представлений, который является младшим и родственником гораздо более старших. Итак, итальянского Кучинелли, немецкого Гансвусвара, французского Полишинелля, английского Панча, турецкого Каравьоза, испанского Донна Крестобаля и других. При том, что все они являются театральными куклами-марионетками и управляются с помощью нитей. Так, кто главный персонаж в нашем балагане? Петрушка! Вот! Привет, друзья! Дедушка Морозович! А это я! Я Петрушка! Вот такой красивый! Здравствуйте, господа! Я очень рад вас видеть! Я Петрушка! Петрушка! Веселый большуган! Без меры вино пью! Всегда весело пою! Ха-ха-ха! А теперь, мои друзья, ой, я забыл! Прозвище-то мое, знаете как? Петрушка! Да Петрушка-то меня зовут, Петрушка-то! А прозвище мое? Петя! Ра-та-ту-й! Вот как меня зовут! Ну что, друзья, я очень рада вашей встрече! А у меня вопрос! А вы знаете, как среди реку вы вешали елку вектор-машкаре? А знаете почему? А я вам скажу почему! Чтоб вы, дети, не мешали елки украшать! А ну-ка, скажи мне, дорогой! А чем украшали среди рековые елочки-шаки? Какие были первые игрушки? Знаешь? Шарики! Шарики! Какие шарики? Шишки! Каменные! Нет, шишки-то они не шишки! Яблоками! Яблоками! Ох! Молодцы! Стас, фигурочка! Ну-ой-ой-ой-ой! Давай-ой-ой-ой! Нет, ну вы, конечно, молодцы, но, пожалуйста, сейчас никто не тянет, подождите! Команды не было! Команды не было! Я бы еще раз хочу! Я люблю вот это! Ты в машине говоришь, друзья мои! Раз! Команды не было, да! Помощник мой будешь! Молодец! Я буду все нормально! Раз! Убирайся на них! И ты убирайся тоже! Дети, убирайся вот так! Ну, давай! Подождите, я их рука не отпустила! После, старших! Раз, два, три! Опа! Пошли! 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 Ланна победила дружба! Пошли یина лавка! Пошли! Пошли! Мамушки не помогайте! Вот это балаган, я понимаю, да? Вот это у меня. А вы посмотрите, какие активные! Молодцы! Все пришли, да, пожалуйста, всех ждем. Мы вас всех ждем, все подошли, да? Да. Все. Пожалуйста. Чем город Средневековый Судак был уникален? Он себя включал в множество вероисповеданий. Здесь жили и православные, и католики, и мусульмане. То есть у каждого жилого квартала была своя культовая постройка. С кафедральным собором Девы Марии мы с вами познакомились. Ну а перед вами самый главный христианский храм византийского происхождения. То есть он был построен в 13 веке. В таких небольших часовник было поместиться от 8 до 10 человек. Если служба прям сильно затягивается, внутри помещения можно было присесть на каменные ступеньки. Притвор, то есть пристройка, которую мы наблюдаем перед входом, это отдельная комната служила для людей, которые были с других конфессий. То есть это могли быть язычники, это могли быть католики и прочие конфессии. Дорогие друзья, это были квартальные храмы, рассчитанные на 3-4 семьи. То есть местные жители в будние дни приходили в соседние храмы на утреннюю вечернюю молитву. А в больших соборах сыгрались праздничные дни. Вы видели в начале экскурсии храм Святой Девы Марии. А мы идем дальше с вами. Пройдемте, пожалуйста. Красивое. 1 января. Вы на первой новогодней экскурсии. Пожалуйста. Вы видите уже получше и поближе к консульским замок. Это отдельно замкнутый узел обороны. Восточный цитатарь из Салдаи состоит из трех башен, соединенных крепостными стенами. В средние века служил резиденцией главы администрации города консула. Консула избирали раз в год. Чаще всего со знатных геннесских родов, самой гены. До вступления в Салдаи Судак никогда не был в Судаке. Ему запрещалось заниматься любыми коммерческими или торговыми деятельностями. Иметь сады, виноградники, лежать на охоту, на рыбалку. Вот его задача государственные вопросы. А если год благополучно прошел, карьерный рост взлетал только в самой гены. Видите, такая была небольшая командировка на один год. И за этот год он должен был выстроить или башню, или часть стены. Внести значимый вклад в развитие средневекового города Салдаи. Пожалуйста, на сегодняшний день двери для вас в консульский замок открыты. Ход свободный. Вы поднимитесь, посмотрите, где жил сам консул. И на сегодняшний день дедушка Мороз побеспокоился о празднике. На сегодняшний день в консульском замке елочка-красавица вас ожидает, что вы свое новогоднее хорошее настроение захочетлили с ней. Итак, дедушка Мороз, скажем, в нашем мешке еще остались подарки? Уже очень хочется порадовать наших застей и вручить им на память об этом дне, что-то особенное. Пожалуйста. Итак, Викторина, вы готовы слушать вопросы, отвечать, да? Готовы? Пожалуйста. В русском сказках существует Мороз-сын-нос, Мороз-красный-нос. А кем они приходятся друг к другу? Братья. Братья. А еще? Сотрудники. Родственники, только не братья. Есть кто еще родственники? Скажите, пожалуйста. Дети и примеры. Дети и примеры. Сказали? Кновики. Какие гномики? Ну, дедушка и внук, значит. Отец и сын. Куда он пошел? Кто пошел? Пошел уже. Уже вручил, Дед Мороз, да? Ну все. Видите, вот так вручают подарки. Олег. Какие имена? Какие интересные имена? Слушайте, пожалуйста. Кто имеет такие интересные имена? Кахант Баб, Карбобо, Зюзя, Сенялис, Шалалупив, Бабу Натале. Дед Мороз. Вот, молодцы. Разный стран. Отлично. Дедушка Мороз, вот, пожалуйста, женщине зеленой. Ну что, друзья, как думаешь, что перед нами представлено? Что это такое? Вино делали. Кармушка. Можно. А, литка волосы. Мужчина знает, что крым богат на виноград, расстоянное гелье, да? Да, пользовался. Пользовались, да? И как? Нормально, облегчаем. Так что, Дедушка Мороз, расскажи, что это такое? Ванна для виноделья. Внутри засыпался виноград. Давили изначально ногами, а после вытекал сок по этому каменному отверстию. Для повторной обработки просовывались прути, перемалывались уже косточками и кожурой и раздавались беднякам города бесплатно на территорию города. То есть изначальный сок могли пить только местные, знатные люди, а все остальное бедняки. Да, Дедушка Мороз, а что вы там вот у нас под стеной, под новейцем находите, а? Расскажите. Жили, подожди, подожди, расскажи здесь, мы сюда не пойдем. Это современные холодильники, пифосы. Под землю по городу закапывали и хранили различные продукты питания. Масло, рыно, верно, даже солили рыбу. Делали по принципу снеговика из трех частей. Низ, середина и верх. И между тремя частями обмазывали толстым слоем обожженной глины. Эти большие кувшины были найдены в целом виде на территории нашего средневекового судака. Это были средневековые холодильники, да? Да. Отлично. Дорогие друзья, ну как же без новогоднего хоровода? Я вам предлагаю на веселой ноте закончить нашу экскурсию и станцевать хоровод. Пожалуйста, дети все, взрослые дети, я вас приглашаю к хороводу со снегурочкой, Дедом Морозом. Пожалуйста, все, давайте, пожалуйста, детство, давайте все, все, все собирайтесь. Все, пожалуйста, родители, дети, давайте, мужчина с нами. Пожалуйста, не стесняйтесь, пожалуйста, походите с нами в паракон, давайте потанцуем. Пожалуйста, впереди, а потом будем фотографировать. Пожалуйста, мама, давайте с нами в паракон. Субтитры создавал DimaTorzok